Здравствуйте! В эфире интервью. В России вступил в силу закон, который вносит изменения в процедуры перепланировки и перевода помещений из жилых в нежилые и наоборот. У нас в гостях заместитель руководителя управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова. Анжелика Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала расскажите, какие вообще помещения бывают в многоквартирном доме и чем они отличаются? Да, конечно же. В многоквартирном доме расположено у нас помещение. Помещение является частью объема здания, которое ограничено строительной конструкцией и используется по определенному целевому назначению. То есть это могут быть жилые помещения, которые предназначены для постоянного проживания, такие как квартиры, комнаты в квартирах, либо же нежилые помещения, которые не связаны с проживанием в них, а используются по иному целевому назначению. Кроме того, в многоквартирных домах есть помещения, так называемое общее имущество собственников многоквартирных домов. То есть что это такое? Это лестничные клетки, подвальные помещения, чердаки, шахты различного рода и так далее. То есть такие помещения, в которых расположено инженерное оборудование, которое предназначено также для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. Вот самостоятельные помещения, жилые и нежилые, которые принадлежат нашим гражданам, либо юридическим лицам, они являются объектами гражданского оборота. Собственники таких помещений могут совершать сделки в отношении них, любые предусмотренные действующим законодательством. А вот то, что касается помещений, которые относятся к общему имуществу, то есть уменьшать размер общего имущества невозможно, распоряжаться таким имуществом невозможно, соответственно, они не могут выступать самостоятельными объектами гражданских прав. В чем отличие жилых помещений от нежилых? То есть в жилых помещениях возможно зарегистрироваться по месту пребывания, можно приобрести эти помещения с использованием средств материнского капитала. Также в отношении жилых помещений, если они приобретаются с использованием кредитных средств, предлагаются более низкие ставки по кредитам. Ну и, соответственно, требования к наличию инженерных коммуникаций, то есть предъявляются более повышенные к жилым помещениям. То есть там по максимуму должны располагаться такие коммуникации, это и газовое оборудование обязательно, это и электрическое оборудование, отопление и так далее. А в нежилых помещениях, то есть чего-то может и не быть. Таких жестких требований именно к нежилым помещениям действующее законодательство оно не предъявляет. А можно ли использовать не по назначению помещения в многоквартирных домах? И что грозит за это? Смотрите, вот жилые помещения, это четко закреплено в жилищном кодексе, должны использоваться исключительно для проживания граждан. Но вместе с тем жилищный кодекс, он предусматривает ряд исключений. Жилые помещения можно использовать без проведения процедуры перевода в нежилое помещение. Для каких целей? Например, для профессиональной деятельности. Вы адвокат и хотите открыть адвокатский кабинет? Пожалуйста. То есть можно это в жилом помещении сделать. Либо вы репетиторством занимаетесь. То есть тоже можно такую предпринимательскую деятельность осуществлять в жилом помещении, в котором вы постоянно проживаете. Но такая деятельность, она не должна нарушать права и интересы иных граждан, которые проживают вместе с вами в этом помещении. Что касается нежилых помещений, в жилищном кодексе, то есть как бы четко нет таких требований, да, или запретов, скажем так. Но тем не менее, проживать в нежилых помещениях это точно невозможно. Нежилые помещения, как правило, они используются в соответствии с их целевым назначением, которое было заложено еще в период строительства самого многоквартирного дома. Это было предусмотрено проектной документацией. Либо же, если такое нежилое помещение было ранее переведено из жилого, то есть тоже в проекте в обязательном порядке предусматривается, для каких целей это помещение переводится. Соответственно, нежилые помещения используются именно по этому назначению. Действующее законодательство запрещает в жилых помещениях располагать гостиницы, заниматься миссионерской деятельностью, либо использовать в целях каких-то производственных таких, крупные производства размещать. Нежилые помещения тоже не все можно размещать в многоквартирных домах. Нельзя использовать их для организации общественных туалетов, бань, парных, либо же какие-то микробиологические лаборатории использовать. То есть это четко запрещено действующим законодательством. В ряде случаев предъявляются какие-то дополнительные требования к использованию помещения по конкретному целевому назначению. Например, если вы приобрели помещение и хотите там использовать его под торговую деятельность. То есть здесь дополнительные требования предъявляются именно к обеспечению места погрузки, разгрузки товара. То есть оно должно находиться с торцевой стороны и не может находиться рядом с входом в жилые помещения. Вот такие требования на сегодняшний день они существуют. Если человек все-таки нарушит требования, что грозит? Смотрите, если это жилое помещение, да, и он использует его не по назначению. Предусмотрена ответственность административная. Административный кодекс устанавливает такую ответственность, как либо предупреждение, либо штрафы. То есть если это гражданин допускает такое нарушение, штраф составляет от 1000 до 1500 рублей. Если это юридическое лицо, либо предприниматель, то штрафы там уже значительно выше. От 25 до 30 тысяч рублей. В каких случаях необходим перевод помещения, например, из нежилого в жилое или наоборот? Ну вот, если все-таки вы хотите использовать помещение и цель, которая предполагается вам использовать, этим исключением, которое вот я перечислила, не относится, в обязательном порядке необходимо соблюдать процедуру перевода. Как из жилого в нежилое, так и из нежилого в жилое. Потому что одного желания использовать, вот захотел я свою квартиру и буду сегодня там аптеку организую, буду реализовать лекарства. То есть это невозможно. Также и наоборот, в нежилом помещении захотел я и буду проживать, тоже невозможно. То есть есть органы, уполномоченные органы жилищного надзора, которые осуществляют надзор за использованием таких помещений. И в случае, если будет установлено, что вы используете не по назначению, то есть будет вынесено предписание, и вас обяжут устранить такие нарушения. Вот как показывает практика, у нас в регионе достаточно популярна именно процедура перевода из жилого помещения в нежилое. То есть у нас представители малого и среднего бизнеса очень активно приобретают жилье на вторичном рынке. То есть оно более доступно по цене, располагается на первых этажах многоквартирных домов. И переводят в дальнейшем в целях использования под коммерческую недвижимость. То есть либо это офисы какие-то, парикмахерские, но опять же аптеки, либо просто же для сдачи в аренду. То есть, соответственно, такая процедура, она достаточно популярна. Наоборот, использование и перевод из нежилого в жилое, она менее востребована у нашего населения. Хотя тоже такие случаи бывают, когда в нежилых помещениях, ну не знаю, ну не пошел бизнес, да, перевели, либо было оно когда-то нежилым, то есть и что-то не случилось, и люди возвращаются к первоначальному назначению и переводят обратно в жилое такое помещение. Давайте для наших телезрителей прям расскажем инструкцию, как это сделать, куда обращаться, какие нужны документы. Да, на территории города Омска уполномоченным органом, который принимает решение о переводе является это окружная администрация у нас в каждом округе по месторасположению такого объекта находится. Можно обращаться напрямую либо в администрацию округа, либо же можно воспользоваться услугами МФЦ. В любой офис МФЦ можно обратиться. Необходимо подать заявление, обратиться может собственник такого объекта недвижимости. Представляются следующие документы. Это, конечно же, правоустанавливающие документы, которые подтверждают права собственника на это помещение, план помещения, поэтажные планы многоквартирного дома. Но если в Едином государственном реестре недвижимости право собственника зарегистрировано, то вот эти документы представлять не нужно, кроме заявления. К заявлению в обязательном порядке прикладывается проект перепланировки переустройства, то есть в том случае, когда предполагается проводить определенный вид работы, который связан с переустройством и перепланировкой такого помещения. Если речь идет о переводе жилого помещения в нежилое, то обязательно прикладывается решение протокола общего собрания собственников многоквартирного дома и решение всех собственников, примыкающих к помещению, которое планируется переводить в нежилое. То есть это не только боковые соседи твои, скажем, но и если под тобой есть собственник ниже этажом, то он и выше этажом тоже. То есть вот в произвольной форме такие согласия, они представляются. Все это рассматривает уполномоченный орган местного самоуправления. То есть учитывается и мнение соседей? Обязательно. Если вы не получите мнение соседей, то решение положительное по такому заявлению не будет принято. А если вот кто-то согласен, а кто-то нет, что делать? Ну поэтому нужно договариваться. По-другому не получится. То есть если ваши соседи будут против, то есть принять решение вы не сможете. И орган вам откажет по этому основанию в переводе помещения в нежилое. А вот из практики можете привести примеры? Почему люди против перевода соседки помещения? Ну не все согласны с тем назначением, по которому планируется в дальнейшем использовать это помещение. Ну например, хотят организовать что-то связанное с выпечкой. Мы все понимаем прекрасно. Выпечка, либо магазин какой-то. Это всегда есть риск, что какие-то насекомые, не очень которых мы хотели бы видеть в этом помещении, что вероятно могут быть. Этого, конечно, может и не случиться, но тем не менее. То есть собственники сразу же думают о худшем, скажем так. Поэтому не всегда есть согласие. Они не всегда согласны организовать в своем многоквартирном доме нежилое помещение и соседствовать с ним. Но все-таки предположим, что все согласия были получены. Как долго длится процедура перевода помещения? Заявление и весь пакет документов рассматривается органом в течение 45 дней. И принимается решение. То есть либо положительно, либо отказывается. Но, естественно, это все аргументировано со ссылками на действующие законодательства. Почему? И в течение трех дней правообладателю направляется уведомление об этом. В том случае, когда требуется проведение работ по перепланировке или переустройству, такое уведомление в обязательном порядке должно содержать в себе перечень работ, которые в дальнейшем будут проведены. Если такие работы необходимо проводить, после того, как собственник их провел, он также возвращается в администрацию, уведомляет администрацию о том, что он завершил эти работы. И по результатам рассмотрения его уведомления принимается уже акт приемочной комиссии о приемке такого объекта в эксплуатацию. Это решение уже в течение 30 дней принимается. То есть 45 дней и 30 дней. Вот такие сроки действующим законодательством предусмотрены на сегодняшний день. Ну и давайте обсудим непосредственно новый закон. Анжелика Владимировна, скажите, что изменилось теперь в этой процедуре? Да, на самом деле процедура в чем ее существенное изменение? Она заключается в том, что закон направлен на наполнение Единого государственного регистра недвижимости полными и точными сведениями. То есть как процедура проводилась до 1 апреля текущего года. В общем-то, те же самые документы были предусмотрены. Уведомления по результатам рассмотрения заявления и перечня документов. То есть если не требовалось проведение работ по переустройству, перепланировке, человек получал такое уведомление и мог использовать уже по назначению жилому, либо нежилому. То есть считалось, что процедура завершена. А если требовалось еще и работы провести, то после получения такого акта также считалось, что работы закончены, и собственник мог спокойно использовать уже по новому назначению такое помещение. На сегодняшний день закон предусмотрел, что в обязательном порядке собственник, когда он обращается с уведомлением о том, что он завершил работу по перепланировке, он обязан направить в орган местного самоуправления технический план, который изготавливает кадастровый инженер. В том случае, когда в результате таких изменений образуются новые объекты, например, у него в собственности была квартира, а он в результате вот этой процедуры перевода организовал два нежилых, либо три нежилых помещения, либо наоборот, из одного нежилого две или три квартиры образованы. Соответственно, здесь встает вопрос не только о постановке на учет нового образованного помещения, но и в регистрации права на такое новое помещение. И здесь должна быть уплачена государственная пошлина. То есть правообладатель уплачивает государственную пошлину, информацию об ее уплате также сообщает уполномоченный орган. Орган, на него возлагается обязанность от имени этого правообладателя самостоятельно в течение пяти дней с момента принятия акта подать заявление либо о кадастровом учете изменений, либо же об осуществлении единой процедуры постановки на учет и регистрации права вновь образованных помещений и с представлением уже технического плана и документов, и информации, подтверждающей о том, что государственная пошлина уплачена. То есть мы рассматриваем такие документы уже направляемые в наш адрес уполномоченным органам. То есть в чем основная особенность заключается? Что раньше не всегда правообладатели завершали эту процедуру. То есть они получали эти документы и жили с ними спокойно, поскольку можно было использовать их по новому назначению. И если даже проверяющие органы к тебе придут, ты показываешь документы, они у тебя есть на руках, все чудесно и замечательно. Но в реестре содержится информация о прежнем назначении такого объекта. И в случае совершения сделки с таким объектом, да, либо последующих каких-то изменений с таким объектом. То есть люди сталкивались с какими-то трудностями, либо, например, человек не довел эту процедуру до конца, да, и умер. То есть там уже наследники, соответственно, вынуждены были разыскивать эти документы. А где-то даже в судебном порядке доводить это все до логического конца и обращаться к нам за совершением учетно-регистрационных действий. То есть на сегодняшний день вот эта процедура, она будет позволять, то есть те сведения уже измененные, очень быстро вносить в реестр и в таких ситуациях избегать в дальнейшем. То есть это, в общем-то, все направлено в интересах наших правообладателей. То есть получается это некая такая страховка от будущих проблем. Да, да, скажем так. Анжелика Владимировна, вы уже упомянули, что часто приходится собственникам делать перепланировку. Здесь в этом плане тоже что-то изменилось с 1 апреля? Да, смотрите, то есть перепланировка, она возможна как в рамках процедуры перевода, так и как самостоятельная процедура. То есть в принципе собственник как жилого помещения, так и нежилого помещения, ну вот исходя из каких-то личных побуждений, как-то хочет улучшить помещение свое, да, и решает произвести перепланировку. То есть в двух случаях она возможна. Во-первых, изменилось понятие самой перепланировки. Раньше в понятие перепланировки закладывалось у нас именно изменение конфигурации такого объекта, которое предусматривало необходимость внесения изменений в технический паспорт. То есть очень такое короткое определение, технический паспорт как документ на сегодняшний день для нас как регистрирующего органа он уже не актуален, поскольку у нас есть другой документ, это технический план, который готовит кадастрый инженер. Поэтому, ну с точки зрения действующего законодательства, наверное, и формулировка немножко уже устарела, и она не охватывала в себе все возможные варианты тех действий, которые собственник планировал провести со своим принадлежащим объектом. На сегодняшний день, то есть понятие перепланировки, оно расширено, оно включает в себя любые изменения, которые направлены как на изменение площади, так и на изменение границ помещения, границы как внешние, так и внутренние. Это может затрагивать смежные границы, образовываться новые помещения, как я уже приводила пример, когда из, например, одного помещения две квартиры образуются, либо наоборот. И вот это вот все подпадает под понятие теперь перепланировки. Поэтому, может быть, немножко здесь жизнь усложнится наших правообладателей, но с точки зрения, наверное, оценки уполномоченного органа, да, и защиты прав и интересов соседей, то есть здесь тоже, скажем так, наверное, более безопасно, скажем так, эти работы будут проводиться и под контролем. По процедуре самой перепланировки, она, в общем-то, осуществляется так же, как и процедура перевода, то есть так же орган уполномоченный будет обращаться от имени правообладателя с техническим планом и подавать заявление об осуществлении учета изменений таких вот объектов. И эти сведения так же будут носиться в реестр. И собственник сможет уже использовать измененный объект только после того, как вот эти сведения будут отражены в реестре. И хочу еще обратить внимание всех наших правообладателей. У нас так же предусмотрена административная ответственность в том случае, когда эта процедура была проведена без получения необходимых разрешений, либо был проект получен, но работы, которые по факту были осуществлены, они не соответствуют проектной документации. То есть за все это предусмотрена также административная ответственность, и штрафы здесь выше для физических лиц от 2 до 2,5 тысяч рублей, а для предпринимателей и юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей. То есть я правильно понимаю, и вам, как специалистам Росреестра, и контролирующим органам, теперь вот с вступлением в силу нового закона проще работать? То есть вы можете все структурировать, регламентировать и как-то держать под контролем? Ну, я думаю, что больше всего касается новый закон все-таки уполномоченных органов. Мы как органы регистрирующие, у нас есть свой закон о государственной регистрации недвижимости, который устанавливает пределы правоэкспертизы этих документов, которые к нам заходят. И вот то, что касается перепланировки, полномочия наши, они четко определены законом. Мы проверяем исключительно на соответствии представленных документов, проектной документации по количеству объектов и по площади. Все остальное мы не проверяем. То есть все остальное – это прерогатива именно уполномоченных органов местного самоуправления. Наличие всех согласий, разрешений, соответствие проекта требованиям действующего законодательства и так далее. То есть это все проверяет полномоченный орган. Сюда уже мы не вникаем и не разбираемся. Я уверена, теперь у наших телезрителей точно не будет вопросов при процедурах перепланировки или смены статуса помещения. Анжелика Владимировна, большое спасибо за беседу. Пожалуйста. Всегда рада. А я напомню, это было интервью с заместителем руководителя управления Росреестра по Омской области Анжелика Ивановой. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин